Здравствуйте, мои дорогие! Что будет завтра? Сейчас карты помогут мне об этом рассказать вам. Посмотрим, что будет завтра. Для многих понятие завтра немножко растяжимое, да? То есть недалекое будущее, ближайшее будущее. Что же будет завтра? Завтра у нас... Какая-то неразрешимая ситуация представит перед вами. Что будет завтра? Что это за ситуация? Давайте ее разберем. Покажите нам, пожалуйста, что это. Ой, придется решать какое-то затянувшееся дело. От вас потребуется спокойствие, спокойствие и только спокойствие. Понимание ситуации, максимальное вхождение в такое вот состояние. Не распыляться. Вам как-то больше сконцентрироваться. Вам придется решить какую-то застарелую проблему. Но решите вы ее. Решите. Не спешите. Просто говорят, не спешите. Вы настолько рассчитать можете в спокойном темпе, в спокойном ритме. Вот этот план свой, да, и действия, и шаги последующие после планирования, что как итог вы достигнете большего. То есть чем медленнее идет этот рыцарь, тем больше этих пентаклей, во-первых, он успеет посадить в землю, чтобы проросли, так и собрать урожай. То есть это какой-то медленный процесс. Нужно идти медленно. А вам хочется торопиться, чтобы это быстро-быстро-быстро было. То есть завтра оно покажет, что есть что-то в этой жизни, что нужно делать не так быстро, да, но главное усердие. Вот тогда, кстати, если усердно человек работает, идет, включается на определенном моменте, включается уже скорость, да, то есть в этом и есть скорость. Потому что иначе другим методом вы просто не достигнете. Это очень похоже на то, что как пилить дерево тупой пилой, да, и нужно просто потратить время на то, чтобы эту пилу заточить. Притчу, помните, да? Ну или топором тупым рубить то самое деревце. Ну у вас получится, а вы что-то возродите. Вот так. А что еще будет? Видите, перевернула сразу двоечка, набежала от нас. Так, что будет завтра? Что будет завтра? И сразу советы, да, пускай они будут. Отдыхать будете? Давайте разберем. Отдыхать – это созерцание того, что вы уже сделали, да, созерцание какого-то вашего процесса, возможно, это рабочий процесс, да, после работы, которую вы сделали, да, вы будете отдыхать. Вот как-то так. Поработали, отдохнули, девочки, все, хороший день. Будут ли какие-то яркие моменты, что-то будет вообще? Так, тут какой-то хитрец есть. Какая-то хитрость, видите? Ну, а что такое день все-таки, да. Который захочет разрушить вашу идиллию. Подружится с вами. И даже хочет как-то с вами взаимодействовать. Вот так. Вот такая здесь еще ситуация будет. И вы знаете, начнется этот процесс, даже даст ход взаимодействия. Давайте посмотрим. Тут совет должен быть какой-то. Потому что здесь цель человека, она, ну, знаете, с хитрости начал. Как говорится, разве можно доверять человеку, который вот так вот заходит, воруя что-то. Так, это мужчина. Хорошо, а что вам делать? Слушайте, это вас касается или нет? Но где-то там, где вы не видите, идет процесс разрушения. Разрушение чего-то устоявшегося. И это мужчина, который, я вижу, виды на вас имеет. Вот так здесь идет. Почему как вор заходил? Очень странно. Ну, значит, какая-то такая ситуация. Возможно, вы познакомились при странных событиях, при странной ситуации жизненной. Но он видит вас парой, и там у него происходит вот эта башня. А как вы это будете видеть? Вам говорят, видите как. Ну, ваш день вот, завтра ваш. Там где-то, где вы не видите, где ваши глаза не могут это созерцать, происходит процесс разрушения чего-то. Мужчина уходит. Ух ты, да, да, что-то происходит без вашего сейчас участия. Скорее всего, вы как участница этого процесса были, но вас здесь не видно. Вашей энергетики вообще здесь нет. Здесь что-то происходит за пределами вашего влияния. Я в данный момент. Но эта ситуация раскроется. Скорее всего, может, сам мужчина откроет или кто-то другой. Ситуация давно-давно вот тянувшаяся. Ну, что тут сказать? Здесь мужчина, который любит женщину. Вот о нем речь. Без него никуда. Вот карты решили, ну, наверное, ты хочешь вытянуть у нас информацию про мужчину. И вот решили о нем рассказать. Вы видите, как? Жезлый, потом император здесь показан. Эта энергетика может быть и двух мужчин, да, абсолютно разных. Или же одного. То есть недалекое будущее случится. Ситуация, когда мужчина раскроет карты, расскажет, что вот что-то он там отказался от чего-то, да, и идет. Хорошо, по отношению к вам. Почему нам показали эту ситуацию? Он что-то осознал глубокое, более серьезное, более возвышенное что-то. Вот он. Процесс идет, вот так говорят. Процесс идет. Он взял ситуацию под контроль. Себя в руки. И что-то такое особенное делает, что вы пока еще не видите. Да, дорогие мои. Ну, а в принципе, это ваш день. Вот как-то, да, спокойно, в решениях каких-то, в заботах. Вот. А там за кулисами еще и ситуация какая-то интересная разворачивается. Давайте я посмотрю. Совет. Совет. Когда выходят старшие арканы на совет, я вижу, что это ситуация, которая вам в данный момент, возможно, не подвластна. Да, зачем с ними бороться, если тут и так вот все как-то хорошо катится, хорошо идет, либо хорошо движется, классно трансформируется. Это тот процесс, который скоро закончится, да, вот этот процесс изменений, перевоплощений, трансформаций подходит к завершению. Что за трансформируется? Какая-то, наверное, ваша проблема. Потому что дверь сейчас достигает точки, предела и достигает, да, в связи с ней. Она и больше может быть, естественно, в этом, когда вы говорите, не предел. Но вы всегда позитивны. Трансформация изменений произошла. Так, ситуация изменилась. Какая-то такая тема, она болеет все для нас сейчас. Если две темы сразу, основные, не болеет. Почему? Почему? Почему сейчас? Мы же, ребята, грозы, сильные, но что-то, да. Нам, наверное, не тянет не только бизнес, и строить, и строить, и строить, и строить машины, да. Спасибо. 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 Спасибо.